Всем привет! Сегодня у нас в рубрике уголок старьевщика будет поистине мастодонт, древний динозавр. Автомобиль Audi 100, универсал 1990 года выпуска, пробег 414 тысяч километров. Мотор нам прислали из Камышина, Волгоградская область. Машина на механике 2,3 литра. К отправителю попало уже на карбюраторе ДАС, то есть там был моно-впрыск, который никто в те годы ремонтировать не умел, поэтому их просто меняли на карбюратор. Работала машина на метане и на пропане, баллон был пластиковый, редуктор металовский нормальный на пропане работает. В общем мотор всеядный, ел все. Делали головку здесь, что именно клиент не помнит уже, на прогретой моргала масленка давление иногда. Поменяли маслонасос, залили какую-то присадку для поднятия давления и поехали на море. Залить присадку на моргающее давление масло и поехать на море, это по-нашему. Проехали 200 километров и завизжал зуммер, масленка загорелась. Причем горела она на холостых и когда едешь больше 82 км в час на пятой передаче, обороты какие не помнит. Вот так он и поехал обратно домой, до моря он бы не доехал. Ну в общем 200 километров они съездили до моря и вернулись назад. Сняли поддон, увидели кусок поршня. Не стал он ремонтировать двигатель, денег не было. Купил другой мотор, свой спустил в подвал. Масло лил сюда только сороковки, название не буду говорить, раскоксовки не заливал. Тогда про них ничего не знал, сказать ему больше здесь нечего. Машина нравилась, звук пятикотлого двигателя очень приятен. Если бы была возможность с музея в Ингольштадте взять такую машину, лям отдал бы и ни о какой вести не думал. Тут есть еще продолжение, вот что он вспомнил. Как купил машину, текла прокладка клапанной крышки, снял ее для замены и увидел отсутствие болта ГБЦ, что к блоку притягивает головку между первым и вторым цилиндром. Кто-то трубой затягивал и оторвал бошку этому болту. В общем, какое-то время он так ездил без болта на ГБЦ. В итоге прогорела прокладка в понятном месте между первым и вторым цилиндром, вот поэтому механик, как он пишет, делал головку. Болты здесь дизельные Ауди, то длина не та, шаг не тот, сейчас, говорит, не беда найти, тогда была проблема. Была у него потом Ауди А4, В6, 2А4, 165 сил, пробег 390, хороший автомобиль. Но содержать такую машину и тянуть ипотеку, увы, а сейчас Nexia. Ну ладно, в общем, про Nexia здесь ничего рассказывать не будем, это и так понятно. В общем, владелец вспоминает свой автомобиль с приятными эмоциями. Конечно, миллион за такую машину в нынешних временах, да еще с музея в Ингольштадте, это просто бросовая цена, никто за миллион ничего не отдаст. Тут вот недавно в комментариях читал, Мерседес реставрировали, 20 миллионов бюджет, кто-то в Казани делал с полной покраской кузова, с сдиранием старой краски, с новым лобовым стеклом, оригинальным фарами. Вот 20 миллионов стоимость реставрации, какой там миллион, за миллион сейчас только Nexia. Итак, что он еще говорит, мотор снял по причине горящей масленки, двигатель в подвале пролежал около 7 или 8 лет, и плюс у нас еще на складе он пролежал порядка 3-4 лет. Короче говоря, этот мотор лежит по подвалам уже 12 лет, так поможем ему разобраться наконец-таки, что-то пойдет возможно на продажу, что-то в металлолом, ну и нам контент будет, и вы посмотрите. Вот он настоящий мотор эпохи 90-х, конец 80-х, начало 90-х, все кондовое, толстое, большое, маркировка двигателя NF, мощность здесь 136 лошадиных сил, объем мотора 2,3 литра, производился он с 1986 по 1990 годы, в 1990 году была некоторая модернизация, и маркировка сменилась на ААЭ. В таком виде он производился еще несколько лет и был очень популярен на вторичке, помните, да, Ауди сотки, такие бочки, к слову говоря, даже, по-моему, мне отец когда-то на такой ездил, хотя могу путать, я был маленький, может, Ауди 80 или Ауди 100. По тем временам в 90-е это казался космолет, после Жигулей. Итак, еще некоторые параметры, 190 ньютон-метров крутящего момента, в нынешних временах, ну, не бог весть какие показатели, конечно. Диаметр цилиндра 82,5, ход поршня 86,4 мм, ресурс мотора под полмиллиона километров. Нам он обошелся в 6 тысяч за двигатель и пересылка за 2-300 рублей, это было где-то в 2001, наверное, году, еще до переезда. Мотор прошел химическую мойку, был весь облеплен грязью, я обнаружил, что при съемках помытые моторы выглядят лучше, поэтому приняли решение все-таки их мыть. Итак, это классический восьмиклапанный двигатель, к слову говоря, на гидрокомпенсаторах. 90-й год, да, ВАЗовский мотор на шайбах, Ауди на гидрокомпенсаторах. Тут бы следовало что-нибудь вернуть на немецком, но, к сожалению, я этого языка не знаю. Железный кожух ГРМ, все кондово, демпферный шкив под клиновидные ремни, аж три штуки. Минимум навесного оборудования на моторе. Здесь находится маркировка двигателя с его порядковым номером. Германия, значки Ауди. В блок впрессована крышка для шланга вентиляции картерных газов. Здесь же находится датчик давления масла. Также здесь должен находиться термостат. Крышечку мы позже снимем, посмотрим. Мотор очень тяжелый, на кантователь мы его вешали с опаской, потому что у нас кантователь лишен передних опорных лап и приподнят над полом. Нам так удобно. В телеграм-канале когда-то я выкладывал видео по поводу монтажа этих кантователей. Что еще мы видим? Распределитель зажигания находится вот здесь. Частично он сломан. Приводится в действие от распредвала. Штуцер, который штуцермен в свое время рекомендовал всем вкручивать в корейские блоки, пока кто-то не просверлил блок в цилиндр насквозь. После этого истерия со штуцерами закончилась. Здесь находится выпускной коллектор чугунный. Коллектор длинный и для компенсации теплового расширения снабжен вот таким гибким сильфоном на хомутах. Если бы его не было, коллектор бы лопался. Неплохая идея. Корейцы могли бы позаимствовать. Поскольку там этих сильфонов нет, нередко коллектора лопаются в версии 2.4. Помните, да, G4KG, там коллектор стал меньше в размерах и лопаться перестал. Огромнейший фильтр масла. Вот, с моей ладонь большой. Блок чугунный. Головка алюминиевая. Поддон стальной. Такое состояние железа я, пожалуй, могу вспомнить только разве что в музее. Когда-то здесь были какие-то тепловые кожуха. Все это сгнило и практически исчезло. Растворилось. Ауди. Ингольштадтская легенда. Эти автомобили уже довольно сложно ремонтировать. А поиск запчастей – настоящий квест. Некогда обычный надежный немец тихо и незаметно прошел статус янгтаймера. Многие нынче уже олдтаймеры. Ряды ценителей автомобиля с душой постоянно пополняются. Порой в свободное время интересно найти отзыв на Дроме от реального владельца сотки или даже восьмидесятки и прочитать, как люди поддерживают в этих автомобилях дух до сих пор. А если вы хотите купить себе такую Ауди в хорошем состоянии, на Дроме есть функция подписка. Воспользуйтесь ею и ждите уведомления. Так что за старым автомобилем с душой или другим авто идите на Дром. Тем более, там одни из самых полных отчетов, что поможет в выборе хорошего экземпляра. Под маслозаливной горловиной обнаружился сюрприз. Отправитель нам отправил. Щуп для проверки масла. Правда, сломанный. Здесь разложили запчасти навесное, то, что мы поснимали с двигателя. Под крышкой термостата почему-то не обнаружилось. Возможно, владелец его вынул, либо он находится в другом месте. Обратите внимание, какой здесь мощный болт крепления шкива каленвала. Плюс еще сам шкив крепится четырьмя болтиками поменьше. Шкив массивный, имеет резиновый демпфер. На коллекторе обнаружилось трещину вот здесь. Коллектор лопнул. То есть, одного сильфона явно недостаточно. Маленькие прокладочки. Паранитовые. Массивная деталь. Здесь вот такой фланец сдвоенный. Хомут уже сгнил и разваливается. Может быть, поклонники данного автомобиля в комментариях напишут, что здесь стоит за датчик. Вот такой интересный. С оторванными клеммами. Ну, я вот затрудняюсь сказать. Похож на какой-то температурный. Но для чего он здесь и зачем? Учитывая, что мы не нашли нигде датчик температуры, не исключено, что это он и есть. Просто в таком весьма необычном месте. Головка чем-то напоминает картину Эдварда Мунка «Крик». Кто хочет, может загуглить. Сняли навесной, открутили фильтр. Кожух сняли с ГРМ. Натяжение ремня здесь осуществляется помпой. Также по каталогам я видел какие-то ролики с термокомпенсацией по температуре. Ну, так на вид все, конечно, очень старое, древнее, можно сказать. Причем для таких годов весьма узкий ремень. Даже, ну, примерно как на восьмиклопе вазовском. Когда-то кожух крепился вот здесь шпилькой. Да, помните, кто занимался вазовскими восьмиклопами? Ну, прям все скопировано. Вот только кто у кого скопировал. Мне кажется, АвтоВАЗ, когда свой восьмиклоп делал, особо не парили, взяли вот этот мотор за образец. Цилиндр отрезали. Пожалуйста, ГРМ, ну, почти копия. Даже шпилька крепления кожуха в том же самом месте. Шпильку уже давно кто-то оторвал, и кожух терся внутри шестерни. Меня поправляет, что я забыл вазовский восьмиклоп. Конечно, шпилька находилась не под шестерней, а находилась за шестерней. Ну, пара сантиметров никакой роли не играет. Принцип-то тот же самый. Для наилучшего охлаждения крюльчатка водяной помпы, по сути, изготовлена из чистейшего золота. Так что бежим покупать Ауди, выдергиваем водяной насос, сдаем в цвет метр и закрываем ипотеку. Паразитный ролик торговой марки Слава Кия. Слава Кии, слава Хюндаю. Какая-то подозрительная шпонка. Я даже подумал поначалу, что это кусок от чего-то откололся. Но нет, это шпонка на коленвале. Рядом с масляным фильтром находится незадействованная площадка. Я полагаю, что это был запроектирован слив под турбину, то есть слив масла. Нам известно, что были версии турбо. После снятия кожуха мы видим весьма узкую головку и небольшой ширины блок. Здесь же находится, судя по всему, масляный насос. Клапанная крышка, простая жестянка штампованная, прижимается двумя пластинами с гайками. Здесь же обнаруживается щуп. Конечно, он должен быть не здесь. Зачем его сюда засунули? Прокладка интересная, такая резиновая с гранями. И тут Витя Рейнс своей ручки засунул. И здесь он тоже присутствует. Под клапанной крышкой один единственный распредвал на гидрокомпенсаторах. До эпохи внедрения джетроника здесь был карбюратор. Ну и потом карбюратор также был установлен вместо джетроника. А в заводском исполнении здесь, видимо, располагался бензонасос. Вот в этом месте прилив вот такой. И есть лунка, через которую шток давил вот на этот эксцентрик. Эксцентрик здесь не задействован в этой версии. А в более ранних, соответственно, он качал механизм бензонасоса. Вот сюда эксцентрик выходил, толкатель выходил и эксцентриком нажимался. Привод распределителя зажигания через косозубую передачу крутился тоже распредвалом вот в этом месте. И посмотрите, как они выточили отливку. То есть громадная какая-то фреза у них прям всю внутрянку выбирала такой ванночкой. Для чего нужна была эта ванночка? Чтобы здесь держалось масло. Излишки этого масла, естественно, сливались вот в эти отверстия. Но масло плескалось и удерживалось для смазки гидрокомпенсаторов и смазки кулачков. Подача масла гидрокомпенсатором, конечно же, осуществляется под давлением где-то внутри. Систему подачи мы увидим позже. Вот здесь вот есть некая заглушка, которая отличается цветом от остальной головки и вот в этом месте тоже. И что-то мне так кажется, что именно здесь проходит магистраль подачи масла гидрокомпенсатором. В свое время, когда я ездил на окушке, потом на восьмерке, вазовский восьмиклапанник всегда казался недоделанным. Вот эти стаканчики с шайбами, вечно гремящие. Хотелось все-таки ездить на гидрокомпенсаторах. Когда появился 16-й клапаник, все обратили внимание, насколько он тише работал. Конечно, гидрокомпенсатор в данной конструкции это плюс. Не нужно ничего регулировать, никуда лазить. А в случае с вазом это вообще производилось каждые 10-15 тысяч. Сейчас вот заставь кого-то клапана регулировать каждые 10 тысяч пробега. Да кому это надо? Никто туда и не полезет. Гидрики поставил и забыл про них до капиталки. Я помню, как в начале 2000-х, в конце 90-х, мотив отсутствия гидрокомпенсаторов объяснялся тем, что они, видишь ли, требуют чистого, хорошего масла. Его надо менять своевременно. Почему все это было в 86-м году, в 90-х годах на Ауди? И почему это нельзя было делать на ВАЗе? Ну, риторический вопрос, понятно. Не хотели. Несмотря на почти полмиллиона пробега, кулачки в прекрасном состоянии. На них нет следов выкрашивания. Приработка хорошая. При более пристальном рассмотрении здесь, конечно, уже проблемы имеются. Чуть-чуть самое начало питинга вот на этом кулачке. Буквально пара точек всего лишь. Есть, конечно, царапины. Но в целом для такого пробега состояние распредвала, я бы сказал, весьма впечатляет. Крышки широкие, следы износа присутствуют, но могло еще поработать. Проблема падения давления масла явно не здесь. Вряд ли сальник здесь оригинальный стоял, он развалился, пружина соскочила. Выработка под сальником невеликая. Здесь вот две канавки наработалось. Видимо, от оригинального сальника и замененного. Это можно объяснить тем, что машина была на газу. Масло на газомоторном топливе так не загрязняется сажей, как после бензина. И, соответственно, абразивный износ мотора всегда меньше. Небольшая перекладка гидрокомпенсаторов в своих гнездах имеется. Но мы не знаем, какой она была на новом двигателе. Я лично эти моторы никогда не ремонтировал. Как говорится, в те годы я под стол ходил пешком. Так что эта эпоха прошла мимо меня. И вот демонтировал гидрокомпенсатор. Чем-то напоминает он газелевский. Тоже большой, массивный. Клапан приличного диаметра. Выработка уже есть как в гнезде, так и на пятачке самого гидрокомпенсатора. Сомневаюсь, что их кто-то здесь менял. В 90-е годы найти новые запчасти было почти невозможно. Поэтому по максимуму ездили на всем старом. Вплоть до того, что изготавливали вручную прокладки на коллектора и на головку. Воспределитель зажигания производства Bosch. Здесь стоит уплотнительная резинка. Вонь-то какая неимоверная. Зато муха как балдеет. Ручки потирает. Ммм, какой вкусный запах. Ну вы понимаете, на что похож этот запах. Мухе нравится. Прокрутить, конечно, коленвал мы не сможем. Здесь все давным-давно сгнило. Фу, я даже разговаривать не могу. Вонь неимоверная стоит. Отмерзительная просто. Сейчас отдышусь как-то. Фу. Прокладка паранитовая под головкой. Цилиндры абсолютно лысые. Никакого хона там не осталось. Пошатайку мы тоже снять не сможем. Поршня практически вросли в блок. Так что здесь только росточка поможет всему чуду. Давай, муха, не стесняйся. Заходи. Обратите внимание, 90-й год, насколько грамотно раскрыта камера сгорания. Когда я занимался тюнингом вазовских головок, практически то же самое мы делали, старались сделать на вазовских головках. То есть максимальное раскрытие зоны впускного клапана, выборка уходила к свече. Здесь все это сделано с завода. Никакой тюнинг здесь уже не требуется. Некие кристаллы выросли за все эти годы. Не знаю, что это такое. Может это даже опасно трогать руками. Что-то там кристаллизуется. Отправитель упоминал, что был ремонт головки. Оно и видно. Что-то с головкой по плоскости делали. Это явно не фрезеровка, похоже на плоскую шлифовку. А может вообще просто на камне терли головку. Рассухарили пару клапанов. Мощные пружины двойные. Усилия громадные. Мы уже отвыкли от ремонта таких головок. Привыкли к маленьким клапанишкам. На впуске люфт клапана в направляющей очень сильный. На выпуске намного меньше. Не знаю, что здесь ремонтировали, но клапан реально болтается. Стержень клапана 8 мм. Но при этом клапана для гидрокомпенсаторного мотора необычайно короткие. Расположение клапанов перпендикулярно к распредвалу. Практически дизельная компоновка. Конечно, в плане наполнения цилиндров, возможно, это не самый лучший вариант. Но, тем не менее. Выпускной клапан не магнитится. Из жаропрошной стали впуск магнитится. Обратите внимание на громаднейшие фаски. Что на впуске, что на выпуске. При этом, на вид, скажем так, седло не сильно просевшее. Хотя впускное седло у меня вызывает некие сомнения. Мне кажется, что оно подизношено. Как я и говорил, вот она магистраль подачи масла идет вот здесь. Маслосъемные клапачки здесь менялись. Какие-то стоят зеленые. Достаточно упруги. С осмотром головки в целом все. Гипотетически, эта же самая головка могла бы стоять на дизеле. Сделая они клапана подлиннее. И камеру сгорания плоской. Все может быть. Возможно, так и планировалось в свое время. Не знаю. Не работал со старыми дизельными моторами. Не довелось. Поэтому могу лишь предполагать. Сам двигатель в моторном отсеке автомобиля стоял под углом. Достаточно сильно был завален. Поэтому вот такое интересное расположение сливной пробки. То есть, кажется, да, по лойке вещей, что она должна быть где-то здесь. Но на самом деле расположение мотора под углом. Поддон простая жестянка. Внутри старое толстое кондовое железо. Громадные шатуны с огромными шейками. Гайки, полнопротивовесный коленвал. Мощный, широкий. В общем, как любили в те годы делать моторы. Судя по состоянию маслоприемника, его кто-то развальцовывал, очищал. Потом завальцовывал обратно. То есть, понимаете, да, 90-е годы. А куда деваться? Запчастей нет. Ну, потихонечку отстучали. Сняли крышку, почистили или заменили сетку. И собрали обратно. Здесь тоже вот гайки все, помученные жизнью. Самое интересное, что в этом моторе есть масляные форсунки охлаждения пашней. 90-й год двигателя. А форсунки есть. Насос, конечно, здесь интересный. Чем он интересен? Вот такими шестернями. Ну, такое увидеть редкость в нынешнее время. Шестерни довольно большие. Но износ двигателя, большой пробег, дали о себе знать. Изношенные коренные вкладыши. Соответственно, здесь идет сильная просадка давления. Это видно. Вкладыши начали чернеть. То есть, давления масла не хватало. Ну, соответственно, мотор, как говорится, закончил свой жизненный цикл. Крышки шатунов, маслозаборник. Сальник здесь почти дубовый. Еще некоторая эластичность сохраняется. Сальник простой резиновый. Насос без всяких изысков. Простой редукционный клапан. Шестеренный механизм. Регулировки производительности нет. На ладом дышат шатунные вкладыши. Они здесь потемневшие, изношенные. Без всякого мерительного инструмента пальцемер чувствует износ коренных шеек. Поэтому неудивительно, что у него моргало лампа давления масла. По уму коленвал нужно шлифовать в ремонтный размер. На шестерне обнаруживаются два пропила болгаркой. Дело в том, что шестерня приводится в действие от коленвала. Там четыре пазика присутствуют. Ну, видимо, насос не с этого двигателя. И чтобы его как-то имплантировать, они на шестерне сделали два пропила. Вот здесь четыре выступа, которые крутит шестерня. Шпонка прилично разбита. Форсунки стоят, поршни внутри вымытые. Ну и вот то, что говорил отправитель. Отсутствует кусок поршня. Вон там часть юбки просто откололась. Если получится достать поршень, я покажу поближе. Блок мощный, кондовый. Усилено все, что только можно и что нельзя. Можно и на дизель использовать, и на турбонадув. И везде, куда хочешь. Коленвал тяжеленный. На первом цилиндре даже форсунку сломало. Носик отсутствует. Толщина поршневых колец компрессионные. Первая полтора, вторая 1,75. Маслосъемная 3 мм. Делали так делали в те годы. Конечно, чем тоньше кольца, тем мощнее приеместей двигатель. Но, тем меньше это все ходит. Потребитель выбрал более мощный вариант, но недолговечный. Маркетологи ему подыграли. Инженеров пнули под зад. И все это ушло в прошлое. Пальцы шатунов на стопорах. И это в 80-е годы. Да, конечно, сломало поршень. Есть такое понятие, как усталость металла. Все когда-то начинает отваливаться, отламываться. Оторвало почти всю юбку. И кусок залитого термокомпенсатора показался наружу. Юбки все исцарапаны грязью. Сливы под канавкой маслосъемного кольца также имеются. Так что здесь с проектировкой двигателя все в порядке. Давайте произведем замер твердости коленвала. Насчет распредвала у меня сомнений никаких нет. Для гидрокомпенсаторов кулачки всегда будут закалены. Но вот с коленвалом у меня, конечно, вопросик. Так, посмотрим. Начнем с корней. О, 59,9 HRC. Изношенная шейка. Слышите, как звенит? 59 твердость. С корнями все прекрасно. 56 шатун. 57,4. Аж звон стоит, насколько коленвал закален. Все здесь немцы сделали прекрасно. С расчетом на очень большой срок эксплуатации. В качестве резюме могу сказать следующее. Конечно, эпоху этих автомобилей я не успел застать. Ввиду, скажем так, своего возраста. Но вот такие вот остатки былой эпохи роскоши иногда до нас докатываются хотя бы в виде рубрики уголка старьевщика. Ныне эти все автомобили, так называемые Audi 100 селедки, Audi 80 бочки, давным-давно уже отжили свое, уехали в разборы. Остатки еще где-то ездят. Все побитые жизнью и большим пробегом. Судя по отзывам в интернете, мотор был достаточно приятным на ходу. В меру тяговитым, в меру мощным. Но для Audi 100 он немножко был, конечно, слабоват. На Audi 80 самое то. Попробуем, возможно, продать головку, коленвал, клапанную крышку, поддон. Блок пойдет в металлон. Очень тяжелый. Плюс сломана форсунка. Кстати, по поводу ремонтных размеров. Я быстренько провел экспресс, скажем так, анализ наличия запчастей. Что могу сказать? Китайцы делают два вида ремонтных пашней. Ну, делали раньше 0,5 и миллиметр. Сейчас можно купить на 0,5. Кольц есть на 0,5. И коренные вкладыши. Шатунных вкладышей ремонтных я не нашел. Хотя, думаю, что их найти тоже можно. Так что, в принципе, в целом мотор ремонту подлежит. На него имеются запчасти и по сей день. Вопрос целесообразности ремонта столь старых автомобилей, конечно, каждый решает для себя сам. На этом я свой обзор на сегодня завершаю. Всем спасибо за просмотр и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok